Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, или продолжаем, точнее, у нас сейчас на прямой связи посредством Зума фармацевт Мэнэс Аптека, руководителя аптеки Эрика Петерсона. Добрый день. Здравствуйте. Да, ну вот действительно пандемия, которая еще, в принципе, продолжается, хотя уже заболеваемость идет на спад, ну, изменила нашу жизнь значительно. Я думаю, что аптека – это одно из тех мест, куда люди приходили особенно часто в пандемию по разным причинам, не только покупая там какие-то тесты или там градусники, но и разные медикаменты, и не только медикаменты. Сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Как вы, вот, какие выводы вы сделали вот после этих двух лет пандемии именно с точки зрения работы аптек, вашей аптеки, ну, просто как вот профессии фармацевта? Мне кажется, ну, такое мое видение, мне кажется, позитивное в том, что люди начали, наверное, больше доверять фармацевту, потому что, ну, были вынуждены в это время больше обращаться к фармацевтам, особенно первое время, когда было неизвестно, что это за вирус, что он нам принесет и какие последствия он оставляет на здоровье. То есть фармацевт был тот первый человек, которым они могли, вот, не знаю, там, идя домой, зайти в аптеку, узнать какую-то актуальную информацию. И, ну, и вообще вследствие того, что была большая заболеваемость, может быть, и врачи принимали больше отдаленно, либо, ну, врачи тоже, люди болеют, тоже вовремя к ним не попасть на консультацию. И фармацевт был тот, который специалист был доступен. И мне кажется, люди, да, больше начали нам доверять, больше начали доверять свои вопросы какие-то касаемые здоровья, больше начали спрашивать, консультировать, узнавать наше мнение. Поэтому, ну, вот, в целом, такое первое глобальное мое уведение, да, что это доверие. Второе, что касается лично нашей работы фармацевта, то мы стали намного быстрее способны реагировать на разные изменения, потому что в течение вот этих двух лет было много изменений в ограничении, много изменений, там, пару изменений в выдаче медикамента, что-то менялось. Поэтому очень быстро, с утра приходя, надо было мобилизироваться, или, опять же, там, коллега заболел, поэтому надо думать быстренько, как нам организовать эту работу, чтобы мы смогли бы открыть аптеку и обслужить наших клиентов. Поэтому, наверное, такой второй вывод, то, что это быстрая мобилизация под ситуацию. Ну, а третье, это стрессоустойчивость. Я думаю, что все мы в течение этих двух лет получили такую большую дозировку стресса. И точно так же, как неизвестно о будущем, может быть, ну, какие-то клиенты более тревожные были, которые желали высказать свое мнение или видение по ситуации именно фармацевту. И, ну, мне кажется, это закаляет, учит более быть таким стрессоустойчивым. Поэтому, ну, вот так подведя итог, то, наверное, первое, это более доверие жителям фармацевту. Второе, это умение мобилизироваться, адаптироваться быстро к ситуации. И третье, это стрессоустойчивость. Да, вот если еще говорить о таких вот стрессах, ну, практически мы поняли во время пандемии, сейчас, к сожалению, во время этих военных действий в Украине, что люди почти одинаково реагируют на стресс, начинается определенная паника. Ну, если мы говорим применительно к магазинам, мы помним во время этой, там, первой, второй волны пандемии скупали гречку, сейчас вот исчезла соль, кто-то скупает сахар, не знаю уж зачем, но вот скупают. Что касается аптек, ну, может быть, к счастью, такой ажиотаж был меньше, но тоже что-то покупали, там, вот, не знаю, исчезли препараты йода, не знаю, зачем вот это все набирать. Но вообще вы, может быть, заметили какую-то тенденцию, что люди покупают те или иные медикаменты, но, скорее всего, естественно, безрецептурные впрок. Вот, не знаю, какие-то там, не знаю, разные там витамины, может быть, какие-то определенные препараты, вот просто накупают, чтобы было, запасы. Есть, ну, да, есть такие люди, которые действительно вдруг, а вдруг, и пусть будет. Мы, конечно, когда видим, что клиент уже набирает просто там, а вы дайте мне вот это, 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 мы начинаем, ну, как бы консультировать с точки зрения, ну, надо ли. Конечно, это очень хорошо, то, что человек думает о завтрашнем дне, что он не живет только сегодняшним днем и думает, ну, если вдруг что-то, ну, или, не знаю, или там, может быть, какой-то перерыв в доставке препарата будет, что, ну, это, наверное, такие первые, первая помощь, это обезболивающие препараты, жаропонижающие, обязательно должны о себе подумать хронические пациенты, те, которым необходимо постоянно принимать какие-то медикаменты, то есть им, конечно, надо подумать о завтрашнем дне, чтобы этот запас был и не жить до последнего дня с последней таблеткой, то есть, ну, смотреть уже вовремя, когда подходит к концу этот запас. Но, на самом деле, этот ажиотаж был больше виден по началу пандемии, потому что, опять же, как я уже говорила, непонятно, что он нам принесет, как это окликнется на наше здоровье и чем защитить себя и своих близких, поэтому тогда был такой большой скуп разных препаратов, пищевых добавок, которые именно на поддержку иммунитета, то есть это С-витамин, разные витамины, препараты эхинацеи. Иногда люди, конечно, уже там брали С-витамин и там три разные, четыре разные упаковки разных видов, разных газировок, ну, и тогда мы вот в следствии консультации мы тоже объясняли, что, в принципе, ну, незачем делать такой ненужный запас, потому что, ну, просто подумать о том, будет ли принимать человек столько, во-первых, надо ли столько, ну, чтобы просто подумать рационально тоже о нашей природе и не хранить в аптеке, не хранить дома уже, ну, какую-то часть медикаментов и пищевых добавок, которые не будут применены и, то есть, истечет срок годности, и, ну, то есть, как они правильно, во-первых, будут утилизированы. Ну, поэтому люди были разные, да, но мне кажется, в основном всем хотелось сделать какой-то небольшой запас. – Да, вот по поводу запаса, но только в другом плане, вот что касается домашней аптечки, ну, периодически время такое вот у нас, когда вот эти стрессы, с одной стороны, с другой стороны, сейчас все-таки определенные послабления есть, люди хотят путешествовать, ну, не знаю, в ближнее зарубежнее, в дальнее, но хотят путешествовать и, естественно, думают, особенно если там они берут с собой детей или пожилых родителей, какие медикаменты нужно вообще, что держать вот в такой аптечке с собой, положить в багажник или взять, вот, если ты летишь на самолете, тоже с собой небольшую аптечку, что там должно быть? Ну, вот минимум-минимором, если так можно сказать. – На самом деле аптечка, ну, вот я так просматривала, продумывала, и что мы уже подготавливали, она собирается немаленькая, но, значит, в основном… – Даже вот в вашей семье, да, вот собирается немаленькая, получается, да? – Да, да, ну, мне кажется, это такие самые основы, ну, что как бы и для всех, и не только для моей семьи. Ну, значит, начнем с первого, это, конечно же, обезболивающий, жаропонижающий, обезболивающий от всего вида, пусть это будет голова, может, у пожилого человека есть какие-то хронические заболевания, которые способствуют, ну, какому-то болевоспалению, то есть этот медикамент, мне кажется, необходим и также для детей, если вот меняется тоже, если в дальние страны куда-то летят люди, ну, детки тоже могут как-то специфически реагировать или же какая-то заболеваемость там, то есть обязательно это жаропонижающий. Опять же, своя форма детская – это будет больше жидкая для маленьких детей, либо свечки, а для взрослых, конечно же, таблетки. Второе, наверное, такой препарат, который должен быть, мне кажется, всегда – это все, что связано с пищеварением. Пусть это будет отравление, какой-то препарат, который способствует улучшить, значит, кишечный тракт. Ну, типа активированный уголь, да, к примеру? Как вариант? Это может быть, к примеру, да, это может быть, к примеру, активированный уголь. Опять же, он есть сейчас в разных дозировках, разных формах. Есть таблетки классические, как все знают. Сейчас бывают и капсулы, где этот уголь более большой концентрации, нет необходимости принимать там множество таблеток, а хватает одну-две капсулы. Очень хороший сейчас есть способ приема угля. Он бывает как порошок, он растворяется в воде. Во-первых, он быстрее действует, он приятный по вкусу, и плюс дополнительно мы принимаем еще количество воды. Также это могут быть препараты, которые содержат разный солевой баланс. При рвоте, при диарее человек теряет количество какой-то определенной воды, и чтобы не было вот этого обезвоживания, то тогда вот этот солевой баланс можно принимать. Третий, наверное, необходимый – это антигистамин. Антигистамин, ну, либо это препарат против аллергии, разное. Есть тоже аллергические реакции, может быть, на какую-то новую экспериментальную кухню в новых странах, но также может быть, не знаю, какой-то укус, зуд, покраснение, значит, препарат какой-то, который снимает аллергическую симптоматику. Это может быть и таблетки, это может быть в виде какого-то мази, крема, чтобы вот наружно принимать. Конечно, не забудьте мне про такие уже не медицинские препараты, но медицинский товар – это бинты, пластыри, ножницы, булавки, которые при какой-то ране нам помогут, значит, эту рану аккуратно обработать. Также необходима тут какая-то жидкость. В народе все прекрасно знают это. Перекистить, да? Да, да, вы прекрасны, вы правы. Но есть еще разные, уже более нового поколения тоже жидкости, которые действуют как дезинфекционные средства для обработки ран. Ну и, может быть, не знаю, кто-то желает более там йодом обработать или зеленкой классически, как мы знаем. Но это, опять же, исходя из того, какая у нас рана была получена. И тоже быть внимательным к этим ранкам. Могут быть небольшие раны и внести какое-то заражение. Поэтому надо обследоваться, посмотреть, оценить ситуацию. Может, необходима тоже помощь какого-то врача. Особенно тут тоже пациенты, которые хроническая заболеваемость диабет и при каких-то ран, или вот если они много ходят, аккуратно посмотреть потом в конце дня свои стопы, потому что там бывают маленькие ранки, которые плохо заживают, чтобы потом не началось какое-то заражение. То есть тоже в путешествии не надо забывать о своих хронических заболеваниях пациентам, которые, не знаю, сердечно-сосудочная система, либо тот же самый диабет, как я уже говорила, медикаменты держать запас и подумать о том, что если вдруг домой не попадете в это время, когда вы, допустим, через 2-3 недели предвидели, когда ваш отпуск заканчивается, то есть и на это время чуть-чуть сделать больше запас. Если вдруг вы задержитесь, то вы со спокойной душой, что у вас медикаменты есть с собой. Особенно если мы говорим о рецептурных медикаментах, а чаще всего для хронических больных это в основном все рецептурные медикаменты, за редким исключением, да? Да, вы правы, потому что действительно, если вы куда-то выезжаете в другую страну, то, ну, может быть, не так легко этот препарат получить. Если мы где-то тут путешествуем в границах нашей страны, то, естественно, сейчас электронно врач может идти навстречу, выписать рецепт, мы можем зайти в аптеку, выбрать, но если вы куда-то летите, то, конечно, это будет уже ситуация чуть-чуть такая более сложнее ее решить. Поэтому подумайте о себе, о своем здоровье. Естественно, это должен быть, мне кажется, с собой термометр, чтобы знать и ценить, какая ситуация, нужно жаропонижающие, не нужно жаропонижающие. Ну, мне кажется, в таком, в таких больших... А, ну, конечно, обязательно сейчас же вот скоро, скоро лето, скоро ждем солнечные лучты первые появляются. Если мы едем куда-то отдыхать, где солнечные, солнце еще больше, не забываем ни в коем случае про солнцезащитные крема. И маленьким деткам, и подросткам, и взрослым, и пожилым людям обязательно должен быть с собой солнцезащитный крем, как минимум с защитой 30, но желательно, чтобы деткам это даже было 50+. Ну, и взрослым, ну, тоже, который может быть светлый тип кожи, который быстро обгорает, тоже очень советуется пользоваться солнцезащитными кремами. Да, возвращаясь, может быть, в такую повседневную жизнь, не связанную напрямую с какими-то путешествиями. Мы с самого начала говорили о том, что сейчас люди даже, ну, как им казалось, с очень крепкой нервной системой переживают стресс. Не успели один кризис преодолеть, вот сейчас второй, и внутренний кризис с ценами. Мы понимаем военные новости, которые постоянно над нами давлеют. И у многих, ну, многие реагируют по-разному на этот стресс. Сейчас кто-то становится более раздражительным. Наверное, я думаю, одна из таких вот побочных эффектов стресса – это бессонница, да, или даже человек вроде бы кажется, что он спал достаточное количество часов, тем не менее чувствует себя уставшим, разбитым, невыспавшимся, нервным и так далее. Что здесь можно порекомендовать, может быть, в рамках таких безрецептурных медикаментов? Мы понимаем, что специфические там медикаменты, не знаю, антидепрессанты или снотворные уже будут выписывать врачи, но вот что можно здесь порекомендовать, пока лёгкое, если так можно сказать? Ну, я просто начну с того, если вот к нам приходит такой клиент, то мы обязательно вот узнаём у него, какая ситуация, какой это уровень тревоги. То есть бывают люди, которые просто говорят вечером, там, не могу уснуть, чуть-чуть новости посмотрел, почитал перед сном. А бывают люди, которые говорят, всё, я, ну вот у меня вся повседневная жизнь, она, все какие-то мои ежедневные обязанности, она говорит, я провожу в таком стрессе, что, ну вот, не могу сконцентрироваться. Конечно, при таком случае мы обязательно что-то посоветуем и мы что-то предложим, но тут надо понять, что, ну, тут, наверное, работа с врачом. То есть мы не можем, ну, клиенту дать понять, что вот в аптеке, приобретя какой-то безрецептурный препарат, вы теперь вот этим способствуетесь. Но, конечно, есть очень много. Во-первых, вот вы заговорили про бессонницу, мне кажется, такой золотой стандарт, что предлагают, и мне кажется, неврологи тоже советуют, недавно консультировалась. Это безрецептурный препарат, даже это, как считается, пищевая добавка, натуральный препарат мелатонин. Мелатонин – это натуральный гормон сна, который у нас вырабатывается в определенное время, когда мы уже готовимся ко сну. Но вот эти стрессовые ситуации, новости, какая-то тревога, это может помешать выработке мелатонина для того, чтобы мы благополучно уснули, и сон был у нас качественный. Поэтому есть препараты в разных дозировках и в разных приемах форм. Это могут быть таблетки рассасывать, таблетки запивать, это могут быть спреи в рот, может быть такие стрипы, которые тают во рту. То есть разный прием мелатонина, который способствует лучше вот этому засыпанию. Конечно, он может не повлиять на качество сна, но человек, по крайней мере, не будет мучиться этой бессоннице долгое время. Но потом, помимо мелатонина, мне кажется, классический вариант, когда люди все приятно приходят и знают, то, что это валерьянка, успокаивающие травы, которые тоже дают свой успокаивательный эффект, ну такой легкий, может быть, садливый, снотворный эффект. Но не забываем про микроэлементы. Мне кажется, уже давно об этом говорят, что низкий уровень D-витамина тоже способствует бессоннице, депрессии, тревоге, там, не знаю, концентрация уменьшается. Поэтому необходимо тоже знать свой уровень D-витамина и, возможно, даже необходимо его уже ежедневно принимать. Также магний. Магний снимает судороги, магний чуть-чуть снимает нервозность вместе с B6-витамином еще. Поэтому, да, вот такой комплекс. Не забываем тоже про микроэлементы. Есть разные чаи, сборы чаев там для успокоения, там и ромашка входит в состав, и уже, помимо, да, валерьянка, может быть, мелиса, боярышник, которые успокаивают, допустим, люди, когда начинается стресс, учащается сердцебиение. То есть в этом сборе чаев, в сборе натуральных трав тоже вот эта симптоматика чуть-чуть снижается и, возможно, вот дает чуть-чуть вот это спокойное состояние. Ну, такой нефармакологический, наверное, совет. Не читайте новости перед самым сном, чтобы не наткнуться на неприятную новость, и потом она вам будет мешать уснуть. И, наверное, вот с самого утра, просыпаясь, тоже не стоит сразу смотреть, провистывать ленту. Новостей. Утрать, мне кажется. Человек посмотрит, да, ну, новости какие-то тревожные посмотрит. Это вот весь день он в этой тревоге живет, думая о какой-то прочитанной новости. Какой ужас. Лучше это делать, может быть, во время обеда, потому что посмотрел новость, прочитал, а там уже работа, чуть-чуть занялся. Может быть, так, по крайней мере, отвлечься. Какой ужас, сказал Стивен Кинг и выключил новости. Да, это действительно так. Да, вот еще, может быть, возвращаясь к повседневной работе фармацевта, всегда, наверное, возникает, ну, такой, с одной стороны, соблазн, желание человеку помочь, когда он обращается за какой-то медицинской консультацией, с одной стороны, с другой стороны, наверное, у вас есть такой тоже, ну, если так можно сказать, маркер, когда вы понимаете, ага, вот здесь уже все-таки нужно, не нужно переусердствовать в консультации, поскольку вы же не наблюдаете этого пациента, вы зачастую его видите первый и последний раз, все-таки вы говорите, нет, ну, извините, это уже дальше, так сказать, к врачу. Естественно, естественно, у нас есть свои определенные, ну, так, как сказать, уровень компетентности, где мы можем консультировать, где уже точка зрения врача, и там я могу только с человеком обсудить, к какому специалисту ему лучше сходить, если это уже, ну, можно без направления попасть сюда-то. Либо, конечно, это первый семейный врач, где он может дать более точное направление по каким-то вопросам. Но, опять же, тут я лично делала так, что я, когда приходила работать в новую аптеку, в новый район, я рассматривала, где вокруг у нас какие медицинские учреждения и какие врачи, специалисты принимают. То есть даже если я вследствие консультации, мы понимаем, что вот все, мой уровень консультации на этом заканчивается, мне дальше надо его направить к врачу, мы обычно старались дать ту информацию, куда, к какому врачу ему идти. Или если это выходной день, человек приходит с тревогой, помогите, вот там, ну, какая-то ситуация случилась, где мы понимаем, что вот, ну, медикаментами мы тут не можем помочь ему, то в этом случае, мне кажется, человек чаще всего благодарен за то, что мы даже его выслушаем, за то, что мы составим такой как маленький план действия, что ему делать, то есть вот, ну, вот там, на данный момент, что он может сегодня сделать дома, к какому врачу он может обратиться в рабочий день, где находится дежурный врач, когда уже та степень, когда лучше вызвать неотложную скорую помощь. Ну и в конце концов у нас работает бесплатный номер консультации семейных врачей вечерами, праздничные дни, выходные. То я этим номером тоже всегда делилась с людьми, чтобы они могли позвонить и там уже проконсультироваться. То есть не оставлять человека вот в такой неизвестности, куда обратиться, что делать, вот тут мне не могут помочь, и что мне дальше делать. То есть человек в тревоге, ему надо вот составить какой-то такой маленький, помочь план действия ему сделать. Да, вот здесь мы подошли плавно, может быть, от общего к личному. Вот когда вы определялись с профессией, ну, когда говоришь с людьми, которые выбрали медицину как таковую, и спрашиваешь, ну что, ими двигало, чаще всего они говорят, ну как, ну понятно, что желание помочь людям, но еще все-таки, когда ты работаешь в медицине, ты видишь позитивный эффект. Вот ты там человека лечишь, неважно, это на уровне врача или среднего медработника, да, и ты видишь эффект. Но все-таки у фармацевта есть такая особенность, когда вот, как мы констатировали, понятно, что это не магазин, ни в коем случае я тут не хочу приравнивать, но тем не менее человек пришел, купил какой-то медикамент, даже получил консультацию, зачастую вы его больше не видите, да, и, в принципе, не ваша обязанность следить за эффективностью лечения, это дело врачей. Вот тем не менее все-таки, что вас привлекло вот в этой профессии фармацевтов, фармацевтов, в чем тут, скажем, прелесть этой профессии? Вы знаете, ну да, наверное, вот это банальная помощь, но вот я чуть-чуть, наверное, не соглашусь у нас, даже несмотря на то, что вот я работала в разных аптеках и работала в аптеке, которая находится в спальном районе, и там уже... Людей узнаешь, да. Да, ну людей узнаешь, и, ну, на самом деле, в аптеки приходят одни и те же, ну вот, ну, если это хронические пациенты, то раз в три месяца мы их точно видим, но, как я говорила, у них помимо своих хронических заболеваний есть еще какие-то окутные, не знаю, простуды, боли, суставы и так далее, и они к нам уже регулярно ходят, и, да, несмотря на то, что вот этот поток клиентов есть, но вот эти хронические, мы их даже, да, могу наблюдать, я даже помню, что он там выбрал три месяца назад, что ему вот сейчас что-то поменялось, мы переговариваем, почему вот вам врач вот это поменял, у вас что-то было, вот побочный эффект, он говорит, ну, вот там или эффекта не было, или там действительно давление не снизал, вот у меня новый препарат. Тогда мы обсуждаем вот действия этого нового препарата. И похожие, похожие, похожие случаи были, когда я пришла работать в аптеке, которая находилась в торговом центре, я думала, ну, все, я говорю, ну, думаю, тут постоянные клиенты закончатся, но нет, они тоже есть. Есть, конечно, часть клиентов, которые просто как в торговый центр приходят, заходят в аптеку и уходят, но есть часть клиентов, которые постоянно узнаешь, здороваешься, узнаешь, допустим, как там вот помог в тот раз вот этот препарат, который мы посоветовали, обсуждаем его. Ну, вот такой вот, наверное, ответ, почему я сюда пришла. Я на самом деле пришла в фармацевтику так вот интуитивно, нечаянно. Я на самом деле даже в 12 классе, когда надо было уже определяться с тем, куда я пойду учиться, я еще не знала. И я про медицину вообще не думала, потому что, боже, где почки, где печень, я абсолютно не знаю. И куда я в медицину? Ну, вот какие-то последствия действия, где-то вот учительница по химии, где-то родители, где-то подруга посоветовала. И как-то вот меня это все привело в факультет фармацевтики. Я начала учиться, и я поняла, что мне безумно нравятся действия медикаментов, механизмы их действия, как они влияют на разные заболевания, взаимодействие медикаментов, то, что там элементарные два медикамента, что их там нельзя совмещать. И вот этот весь мне процесс очень понравился. Мне понравился, ну, в принципе, я, наверное, тот человек, который мне нравится дать ответы человеку на его вопросы и дать ему четкую информацию. Вот это, наверное, меня мотивирует, двигает, что если человек приходит в аптеку и говорит, девушка, пожалуйста, вот вы уже там третья аптека, и я не могу найти какой-то препарат, то я приложу все усилия, чтобы понять, почему он не может найти этот препарат. Либо его нет на рынке, либо его вообще нет в Латвии, либо он пропал. Если пропал, то когда он появится? Можно ли найти замену? Можно ли найти замену? Есть ли альтернатива? А вдруг можно заказать как нерегистрированный препарат? Там, конечно, мы уже подключаем врача, там уже консультация с врачом. Вот этот весь процесс меня очень-очень затягивает. И даже если человек мне просто скажет в конце спасибо и уйдет, мне это уже будет вот все. Вот помогла, и на этом спасибо. Тогда раскройте такой секрет. Я-то, в принципе, догадываюсь, но тем не менее. Вот радиослушатели, я думаю, не дадут мне соврать. Иногда такая определенная магия. Вот ты приходишь в аптеку, особенно когда фармацевт опытный, чувствуется, что он в этой аптеке уже обосновался очень основательно, и дают какой-то рецепт или спрашивают какой-то медикамент, или несколько медикаментов, и происходит какая-то определенная магия, потому что фармацевт легким движением руки открывает третий ящичек на пятого уровня и достает именно эту коробочку. Потом подходит в другую сторону, второй ящик четвертой линии, и достает опять ту же нужную коробочку, иногда даже не глядя. Там какая-то есть определенная система по видам медикаментов. Я так предполагаю, антибиотики отдельно. Там антидепрессанты отдельно, там красный рецепт отдельно. Что-то такое есть, да? Вот вы всю магию раскрыли. Так оно и есть. Мы группируем по группам, то есть для давления, мне кажется, больше семи разных групп, потому что действия медикаментов разные. Мы тогда стараемся сложить их, ну, опять же, насколько место в аптеке позволяет. Чаще всего мы ставим отдельные группы, мы раскладываем отдельные разные дозировки, чтобы их не перепутать, потому что коробочки, они довольно-таки схожи, там, 5 миллиграмм или 10 миллиграмм. Поэтому мы стараемся как-то сортировать, разделить, чтобы мы сами, ну, в какой-то тревоге, спешке работаем, и это ни в коем случае не перепутали. Мы там каждый все перепроверяем. Поэтому, да, в основном это по группам. Поначалу я, когда пришла, мне казалось, боже, в жизни я это никогда не выучу, и на этом пройдут года, чтобы я вспомнила, где какая коробочка. Нет, это приходит, не знаю, в течение трех месяцев с закрытыми глазами уже, даже ночью снится, где какая полка, где какой препарат находится. Поэтому даже по телефону, когда выходной, и коллега не может найти, мне кажется, любой фармацевт может сказать, там, третья, там, полка по левой руке сверху, там, такая коробочка бело-желтым с красной надписью. Вот это то, что тебе надо. Поэтому, да, это какая-то своя... Но работает, работает память, тренируем память. С появлением электронного рецепта, конечно, ситуация несколько упростилась. Всегда еще, я думаю, вас тоже знакомые спрашивают, ну, вот есть бумажные рецепты. Ну, как же вы это абр-кадабру разбираете? Ой, для каждого, мне кажется, уже выработана своя схема. Я поначалу делала так, если я вообще не могу понять, что это за медикамент, я смотрела дозировку, потому что по дозировке уже какая-то часть у тебя отпадает, что нет, что это не может быть. Потом я смотрела по приему таблеток. Ну, чаще всего, конечно, это один раз в день, но если там одна таблетка, там, 3-4-5 раз в день, опять же, уже круг сужается. Сужается, да, очень сильно, да. Сужается, да, очень сильно, да. А третий мой способ, на самом деле, это был первый, который я смотрела, это диагноз. Ну, когда у человека есть какая-то заболеваемость, врач, прописывая рецепт, он обязан поставить диагноз, который кодируется какая-то буква и цифра. Допустим, если у человека повышенное давление, это И-10 называется, ну, медицинский такой. То есть вы уже еще круг сужается, да? Да, и я уже поняла, ага, значит, этот медикамент мне надо искать там, где у нас препараты от давления. Дозировочка у него там 5 или 10 миллиграмм, значит, скорее всего, это будет такая-то, такая-то группа. И тогда уже и надпись тогда можно прочитать, уже что-то ты там придумываешь, что это может быть. Ну, согласитесь, это тоже интересно. Иногда создается ощущение, что те уважаемые доктора, кто так пишет, им тоже интересно. Это интрига. Да, у нас есть разные. Мы там, не знаю, с коллегами, у нас тогда общий чат. Мы, конечно, вот, ну, только вот это поле фотографируем, где вот название препарата, что-то там. Мы там фотографируем, там догадываем, подгадываем. Ну, да, в общем, интересные разные случаи были. Идеи пятеро мы не могли понять, сложить, что это за препарат. Ну, конечно, мы тогда звоним врачу, ну, в самом крайнем случае, если человек нам не может помочь, если это первичный какой-то выписанный рецепт. Потому что чаще всего еще человек молодец, приходит, знает с упаковочкой. Он уже знает, что, может быть, подчерки во врача они все разбирают. И он с собой несет эту коробочку, как пример, что вот это у меня там выписано. Обратите внимание. Вот. И да, ну, вот самый последний проверочный пункт, это, наверное, человек, который уже принимал этот препарат. Мы тогда ему показываем, вот эта коробочка у вас всегда была. Если он подтверждает, что да, то отпускаем этот рецепт. Да, ну, если происходит, я так понимаю, время от времени появляются уже какие-то дженерики, тогда вы просто все-таки убеждаете пациента, что это тот же препарат, та же формула, но только название чуточку изменилось. Потому что зачастую люди, это понятно, они годами принимали какой-то препарат, они говорят, ну, это совсем другое. Вдруг на меня это плохо подействует, да? То есть здесь по формуле просто, да? Да, потому что есть одна, допустим, химическое вещество одно, а название препарата на рынке может быть, не знаю, там, 3, 4, 5, 7 разных. Но действие у него одно, дозировочка одна, но могут быть какие-то воспомогательные вещества, которые не имеют никакой эффект на протекание, не знаю, лечение заболеваемости. И, конечно, у этих препаратов разная цена и категория. Это может быть, не знаю, там, ну, от 2 евро и 20, 2 и даже до 30. То есть диапазон очень большой. Конечно, в наших интересах тоже человеку предложить то, что, ну, для него будет более приемлемая цена. Ну, я думаю, что все хотим заплатить цену ниже и получить то же самое качество, что мы будем платить дороже. Поэтому тут тоже, конечно, да, идет консультация, рассказ, почему вот они бывают разные, потому что люди иногда не понимают, почему вот там одна упаковка разных, ну, в разных, там, не знаю, фирмах. Вот. И, да, тогда мы тоже проводим вот это обучение, короткий курс. Да, вот, ну, видимо, обучать вам сейчас придется, вероятно, и коллег из Украины. Я не знаю, добрались ли вот те, кто беженцы, медики, фармацевты и до менесаптека, но я знаю, что такие есть люди в Латвии, да, которые с медицинским образованием, в том числе и с фармацевтическим, и, естественно, они хотят вот работать по возможности, по специальности. Есть ли у вас такие? У нас есть. Я, ну, не знаю, ли в этой всей ситуации будет приемлемо говорить, что я рада, что они у нас, но... Не, ну, чисто по-человечески, они же приехали все равно, да, они... Я очень рада, что действительно девочки-фармацевты, они вот собрались силами, и они у нас работают... Ну, специалисты просто прекрасные, они очень трудолюбивые, они очень внимательно относятся к работе. Мне кажется, вот уже, ну, может быть, почти месяц, если не собрать, в пару аптеках работают девочки. Есть девочка с колоссальным опытом, она была у себя заведующая аптеки, и я, если правильно поняла, то у нее еще было дополнительное такое, как образование, работа с диабетическими пациентами. То есть это... Она хорошо знает все это. Это колоссальный, да, это колоссальный опыт, когда у тебя есть еще такая маленькая как отрасль, где ты можешь дополнительно консультироваться, но мне лично от них опыты очерпать и черпать, опять же, у нее есть какой-то опыт уже в руководстве аптеки, то есть, ну, мне кажется, нет большой разницы, где ты руководишь коллективом в Латвии или в Украине, то есть там она может тоже дать какой-то совет, как, может быть, у них какой-то там процесс происходит, как нам эффективность работы там внутри аптеки улучшить. Да, как вот чисто, не знаю, технически вы их, ну, интегрируете в работу, я так понимаю, что рядом, видимо, есть фармацевт, ну, наш из Латвии, который, если что, если приходит пациент с латышским языком, то как-то понятно, что они латышским не владеют, то есть сразу кто-то помогает, да, вот таким вот образом, видимо, построена работа, да? Да, обязательно должен быть в этой смене с девочкой с Украины или, ну, с фармацевтом Украины, обязательно должен быть фармацевт с Латвии. Девочки с Украины очень быстро внедрились в эту ситуацию. Они, во-первых, они уже могут поздороваться и попрощаться на латышском языке. Они учатся фразу, что, ну, я вас могу обслужить на русском или украинском языке. Если вам нужна консультация на латышском языке, то пройдите, пожалуйста, к фармацевту рядом. Вот, и поэтому, ну, мне кажется, никаких таких особо конфликтных ситуаций не было, потому что работают на мне в аптеке. Да, и, ну, у нас очень много русскоязычных людей, которые могут перейти, может быть, на русский, да, если его консультируют на русский. Но, опять же, нет проблем, если человек хочет получить на латышском консультации. У нас всегда есть фармацевт, который знает латышский язык и может провести консультацию. Да, ясно. Спасибо большое. Буквально последняя ремарка, вот завершая фактически разговор, возвращаясь к тому, с чего мы начали. Ну, вот весна наступила, все-таки обещает нам долгожданное потепление. Что нужно вообще помнить весной, ну, кроме классического гиповитаминоза или авитаминоза? Ну, все-таки, что еще нужно вообще, так сказать, помнить? Ну, недооцениваем солнечные лучи, не переоцениваем, да, что солнечные лучи и в это время могут уже быть опасны, поэтому пользуемся кремозащитами. Сегодня еще нет, но на следующей неделе уже, да. Мы ждем, мы уже ждем. Одеваемся, соответственно, на погоде, ждем Пасху, не переедаемся. Ну, а в конце я, наверное, хочу такой подвердить итог, что просто будьте доброжелательны и найдите радость в мелочах, позволяйте себе радоваться даже при ниночной ситуации. Ну, нам необходимость какая-то, есть необходимость каких-то маленьких радостей. Не чувствуйте себя виноваты за то, что вы радуетесь за какие-то мелочи. И, да, просто будьте доброжелательны друг к другу. Ну что, замечательный совет в завершении эфира. Эрика Петерсон у нас была в прямом эфире по Зуму, заведующая Мэнэсаптик. Большое спасибо. Спасибо.